добрый день дорогие друзья уважаемые подписчики сегодня рассмотрим обычный будничный случай из моей практики который происходит практически каждый день привезли вот такую батарейку вот man так выпуск 21 года по моему честно говоря уже запутался в этих датах где и как на каких батареях их отмечают но я думаю что вот это 21 год 21 года но и сам клиент в принципе сказал что батарея купил он осенью или вес или летом в том году а зиму отъездил без проблем и вот такие параметры давайте смерим спешку отключу чтобы это было более наглядно 540 ампер заявлено производителем после последнего замера ничего не поменялось те же самые показатели 18182 сопротивления единственное напряжение немножко есть 81 здесь 97 997 и вот в таком состоянии батарейки привозят как объяснил клиент батарейка практически резко сдохла и абсолютно перестала реагировать на ключ зажигания в том плане что перестал крутить на поверку я сразу вышел замерил у него зарядку денька ездил без зарядки абсолютно без зарядки поставил другую батарею я его отослал к электрику ремонтировать генератор иногда я сам делаю генераторы но иногда отсылаю другим специалистам так пошива сделано все вот эти вот сальники какие-то вот это вот сделано все для того чтобы увеличить просто увеличить стоимость аккумулятора реально никакой полезности вот отчет резинки они не несут так а забыл сделал замер по всем банкам я это делал при клиенте потому что было подозрение на замыкание аккумулятора и плотность у нас 105 вот я здесь и записал обыденная история обыденная работа будничная рутинная ну давайте начнем с этой батареи работать так как эта батарейка будет заряжаться очень долго поэтому работать я буду с ней на китайском устройстве как сейчас включу свет зарядном боксе и мы ее перетащим отсюда подключаем китайцы он позволяет нам во время работы ковыряться в носу так убираем ручку до минимума и подключаем зарядное устройство вот видим на минимальных оборотах сразу пошло у нас напряжение великолепно на минималках дождемся пока она допрыгает до уверенных 13 вот 12 8 13 вот и уже после этого будем немножко работать с ручкой регулятора потоку ну что ж а пока пока пойдем поковыряемся в носу что друзья рабочий день мы подошел к концу проработал с батареи буквально шесть с лишним часов и вот это вот вот такие показатели мы видим на нашем героическом китайцы так добавлять не буду ток оставлю его на таком же уровне и пусть лохматит эту батареечку до утра батарейка абсолютно пустая без заряда чувачок ездил на неисправном генераторе вернее он ездил на автомобиле с неисправным генератором будем так говорить и батарейку полностью высадил потихонечку полигонечку вот это называется как раз то что мы сейчас делаем это и называется десульфатация без всяких качелей у елей асинхронов уёнов и всего прочего самая надежная и уверенная так как нас учили ну на сегодня достаточно перекидываю шлепки и додумаю с утра забыл включить вернее записать на 3 амперах у нас батарейка дошла до 13 и 2 он добавил 6 ампер и буквально уже почти два часа полтора часа работаем и напряжение потихонечку растет до 13 с половиной вольт вот как то так медленно но уверенно очень сильно батарейка разряжена и возможно с таким разрядом я так предполагаю опять нострадамлю что ездили довольно таки продолжительное время в итоге батарейка очень туго очень плохо набирает емкость вот это вот как раз и есть застарелые сульфаты которые снимаются вот именно таким продолжительным зарядом я не сторонник всяких асинхронов это все добивается асинхронов качелей это все можно сделать вот таким образом заряд должен быть стабильный и постоянный и все сульфатики под действием активации напряжения у нас активируются химические реакции которые нам необходимы а если мы их прерываем пытаемся ввести заблуждение эти химические реакции то толку от этого очень мало ну что ж продолжаем лохматить эту батареечку ну что друзья конец рабочего дня немножко задержался 7 часов и в общей сложности батарея заряжается более 30 часов и как видим еще конца и пределу заряду этому заряду нет вот это вот батарейка 60 начал выяснять хозяин температуре звонит уже два раза звонил что там с моей батареи начал выяснять что да как оказывается ездил на пробитых диодах аккумулятор не выдавал вернее генератор необходимого заряда так ну плотность у нас 112 по прошествии 30 часов и догнали мы до 14 8 вольт и заряд еще идет полным ходом 3 ампера батарея берет довольно таки длительное и продолжительное время он ездил с такой зарядкой в итоге высадил в хлам батарею 9 97 вольта на ней было и привез мне ее с плотностью 105 ну что будем продолжать вот эту мышиную возню если бы была батарея просажена очень быстро включенный свет там еще чуть соответственно после глубокого разряда батарея очень быстро восстанавливается если у нас разряд накопленный продолжительным недозарядом возможно продолжительным разрядом либо самый разряд но надо еще машинку и обследовать исследовать прощупать это будет чуточку позже то получается вот такая долгая играющая желательная резинка но на сегодня собираюсь домой посмотрим как батарейка будет вести себя уже завтра друзья еще 15 часов батарейка просто его на китайцы и как видим напряжение дошло до 14 8 вольт и ток упал до 0 3 вольта давайте посмотрим что у нас творится в баночках так плотность 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 у нас 113 нет 1 14 1 14 и наверно на китайском зарядном устройстве мы работу прекратим дам батарейки отстояться часок буквально час потому что время поджимает желательно конечно что он батарейки отстоялось 34 часа после вот такого длительного будем так говорить основного заряда батарейка на самом деле в непростом состоянии ну что хотелось бы сказать по поводу вот именно вот этих батарей всякие вольтман и потом вайперы но это одна и та же фирма которая кабат комбат ни одна из этих батарей с привавка не выдает своих параметров очень красивый корпус великолепные пиздодельные пробки которые закручиваются в одну сторону верни только закручиваются открутить их возникает проблема чтобы их открутить батарейки ценник на них конский в основном их берут вахтовики почему вахтовики в основном ну человек уехал на вахту 20 там 15-20 дней его нету машинка стоит под окном с вахты приезжает жизнерадостный полный полные карманы денежек жизни так жизнерадостные уже говорил довольный жизнью садится прыгает в машинку сейчас прокачусь надо немножко денег потратить а машинка не заводится блять во первых накопленный разряд по городу и саморазряд за время вахты и это продолжается на протяжении определенного там периода времени в течение года батарейки естественно не обслуживается на стационаре не видит стационарного заряда и чувачок едет куда он едет едет за аккумулятором так как у него бабки еще есть приезжает видит очень красивые батарейки естественно консультируется с продавцом как батареи продавец вполне естественно ему скажет бля буду батарейка отличного самого такая 9 лет езжу нет никаких нареканий на самом деле это эти батарейки ну будем так говорить видимо есть у них линия потому что я этого производителя встречал на попадались на как штатные батареи на автомобилях которые собраны в россии именно вот вот эта фирма она здесь написано что москва но на самом деле их по моему собирают нижнем новгороде и ни одна из батарей мне лично не попадалась привавка чтобы она соответствовала показывал вот эти результаты после прогонов после работы с такими батарейками ну очень близко бывает в точку вот 540 на 540 а бывает и после полного заряда батареи не выдают своих параметров а соотношение цены допустим даже к тому же самому акому ценник где-то на 30 процентов они дороже по отношению к нашим барсом там всем прочим ценник в полтора раза они стоят практически как импортные за счет того что красивый корпус а на самом деле батарейки у взрослых батарейках а больших которые 140 вы 190 там вообще это кабат комбат у меня есть ролик называется какие аккумуляторы покупать не стоит внимательно посмотрите и там вообще идет какая-то идет взрыв мозга потому что корпус 190 воткнут 140 может 150 батарея которые вытягивают эти параметры 140 150 не более а в корпус 140 батареи втыкают там 90 сотки вместо пластин там пластиковые перемычки чтобы пластины сильно не отрывались и чтобы слегка прижать вот вот такая вот поэтому обходите стороной вот эти батарейки потом у нас еще есть курский на курский сразу брать не охота потому что там на один корпус посмотришь какой-то стрел хотя сейчас курск выпускает украинские батарейки вы купили у них технологию ну те так еще сквозь пальцы можно смотреть но эти конечно это что-то и не факт что эта батарейка в конце работы она у нас покажет вот эти результаты ладно немножко отвлекся давайте отключаем его от зарядника дадим часок отстояться и продолжим с ней работу друзьям батарея стоялась больше чем полтора часа это час сорок прежде чем начать работу с дальнейшую работу зарядом давайте посмотрим если эффект если какая-то если если какой-то результат вот основного заряда которые мы проявили плотности батареи нет так у нас 540 не стоит ли ну как видим результат отличный после основного заряда но нам необходимо сделать до заряды так нрc что у нас нрc 1321 так сопротивление 506 нам необходимо сульфатики будем считать что мы растворили теперь нам нужно убрать стратификацию кстати вот оказывается мне еще одна батарейка подобного типа и такого же производителя вот у нас титан то же самое видите вот в таком состоянии и привезли и она тоже близко к ста процентам я ее подогнал но замер делал батарея стоит уже больше недели у меня клиент привез и неожиданно уехал в командировку в алмату батарейка стоит то ли неделю то ли дней 10 уже так переместили мы на выпивок ставим 3 амперчик а для того чтобы убрать стратификацию эти батареи эти батареи любят высокое напряжение батареи практически не кипящий вот вот этот титан 55 были титаны которые 90 и 40 с ними вообще проблематично работать особенно которые сильверы нужно очень большое напряжение для того чтобы перемешать электролит при 16 16 2 дивов вообще не будет можно неделями гонять эти батареи и потность у вас не поднимется так выставили 17 вольт и все каком саму поехали на пяти процентах от емкости вот как видим напряжение моментально подлетела до 15 5 и будем смотреть по напряжению окончания заряда до каких пределов она это наша батарейка должна вылезти минимум 16 половиной нам нужно подогнать эту батарею но если будет 16 7 то будем поддерживать такое напряжение подпором потоку вот ток немножко начал снижаться 2 2 и 9 на 15 7 у нас кипения практически не будет этой батареи давайте включим вспышку чуть-чуть бульки идут но это незначительное кипение так 15 8 ладно ролик не будем удлинять вытягивать как только батарея подгребет к ножу напряжение окончания заряда сделаю следующее включение записи три часа прошло после начала работы на выпили сразу на 3 амперах батарейка долетела до 16 вольт но 16 вольт нам мало и в данный момент близится сообщение которое нам пошлет в импер что заряд окончен поэтому нам нужно эту батарейку немного разогнать сейчас мы ее будем разгонять подпором тока хотя бы до 16 и 3 вольт 16 2 вот увидели 16 3 вольта и подпираем пи 5 и 6 амперами в этом на этом с этого места вернее будем работать до тех пор пока вымпел нам не подскажет что о 16 4 пойдет хотя бы полчаса в течение полчаса мы должны эту батарею разогнать потому как эти батареи повторюсь они любят высокое напряжение окончания заряда так вот 5 и 6 амперчик а конечно многовато но минут двадцать полчаса мы эту батарейку разгоняем таким образом мы ее немножко оздоровим он сейчас видели три часа три минуты заряд у нас продолжается в течение этого времени 16 5 отлично давайте сейчас разгоним эту батарейку полчаса погоняем и дадим ей отстояться простояла батарея проработал вот с батареей час еще на 16 4 вольтах и видим начала повышаться термометрия поэтому заряд переключаем отключаем батареечку и даем часок отстояться максимально что я допускаю на батареи 35 градусов вот у нас 32 из 132 все даем батарейки отстояться давайте заглянем что там у нас внутри видим кипения хорошая и давайте замерим плотность после четырех часов ох 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 что же я маленький не сдох смотрите 124 отличный результат отлично начала батарейки вот всегда боюсь сделать какие-то предположения какие-то прогнозы на страда на страдам нечать вот как видите на 16 4 при пяти амперах батарейка разогналась и начал расти емкость а емкость плотность ну что ж давайте дадим батарейки отстояться сделаем еще один сегодня сегодня сделаем еще один цикл и если мы увидим 127 128 по плотности будем звонить хозяину пусть забирает и пусть забирает и наслаждается ездой на своем автомобиле прошел час двадцать пять минут так ну батарейка отстыла 28 градусов давайте замерим плотность так хорошо прекрасно так плотность 126 плотность 126 сегодня сделаем еще один дозаряд и наверно с работу с этой батареи опять на страдам прекратим так убираем до 3 ампер и смотрим до скольки поднимется напряжение окончания заряда минут через 15 опять сделаю подключение и возможно будем делать подпор током чтобы разгонять батареи до 16 4 хотя бы вольт вот так вот друзья пока суть до дела пока наша батарейка набирает нос давайте на десерт сделаем еще один замер у нашего старого пациента не старого старинного не старинного недавнего будем так говорить дело в том что объясню почему я наверно буду ее снимать как видим напряжение буферное начала расти было 13 5 13 6 в этих пределах прыгала и сейчас начал увеличилась на 0 1 вольт и я думаю что этой батарейки достаточно нашего буферного дозаряда буду снимать отстаивать батарейку пока никому не отдаю невозможно в дальнейшем мы еще с ней встретимся посмотрим после отстоя так делай кистер посмотрим как батарейка будет вести себя после отстоя также делаем некорректный заряд ну по крайней мере мы помним что последние показатели были в районе 90 процентов по суху аджием плоского типа и и 100 ампер нашем деле главное не переборщить так видим 90 процентов это все на что способна эта батарея поэтому с ним и работу абсолютно прекращаем дальше я работу дальнейшую работу я с этой батареи не имеет никакого смысла повторюсь что в трех литровую банку невозможно залить 4 литра все что в этой батарее есть все что в ней осталось мы полностью раскрыли раскрыли без всяких качелей без всяких ладно продолжать не буду вы и бонус хотел сказать но я это говорить не буду так давайте переметнемся опять 16 вольт ну подождем чуть-чуть 22 минуты ждал пока до ползет до верь самых верхних значений на 3 амперов как видим до ползу до 16 1 поэтому девы поднимаем напряжение до 16 4 подпорщиком и 4 ампера 42 43 вот так 47 видим 16 4 вольт проработаем примерно полчаса до окончания моего рабочего дня и батарейку оставим на отстой до утра сегодня отдавать не буду завтра сделаем замер с утра корректный замер посмотрим на состояние на показатели но пока пока пойду поковыряюсь в машине не в носу в машине ровно час проработали с батареи с очередным дозарядом их как видим 16 4 при 4 6 амперах так зарядные отключаем потому что я собираюсь до дома до хаты давайте вначале смирим температуру и видим 33 градуса батарейка у нас прогрелась в пределах нормы так и давайте замерим плотность перед отъездиком электролит отличный оба очки видим 128 3 красная повозка 128 оставляем батарейку до утра и утром снимем с нее показатели чтобы сделать окончательные выводы по очередной нашей батареечки батареечки воутман но на сегодня достаточно что друзья батарейка стоялось 15 часов 15 16 часов и давайте сделаем окончательный тест буду звонить клиенту чтобы он ее забирал так плотность 128 128 а теперь давайте снимем показатели так заявлено у нас 540 амперчиков ну как видим сто процентов батарея выкатывает посоху 492 сопротивление и 561 ампер батарея выдает на гора напряжение 1302 нрц 1302 видимо все таки еще небольшого расслое есть сейчас лето после всех зарядных процедур клиент поставит ее на автомобиль и вот эта часть которая не смешалось при до заряде она перемешается и стратификация полностью уйдет ну что хочу сказать батарея показала приличные отличные результаты с превышением заявленного но вот это мое замечание в том плане что эти батареи с привавка не выдает видимо все таки у этих батарей есть какой-то саморазряд потому что с привавка они своих показателей не вот не вытягивают вот как видим после обслуживания батарейка выдава полностью свои параметры даже с превышением итак друзья всем добра удачи здоровья я сейчас хочу попить чайку утренней утреннее чаепитие у меня будет вот друзья стоят через дорогу и и самое главное берегите свои батарейки на этом ролик закончен всем пока